Вчера к нам обратились жители заводского района, чьи дети учатся в школе номер 39. Они сообщили о том, что есть планы объединить их учебное заведение с 5-й гимназией, и люди не очень хотят этого объединения. Вот скажите, зачем вот этот процесс запущен, процесс оптимизации, и насколько опасения граждан имеют по собой почву? Да, действительно, процесс такой есть, реорганизации. Во-первых, для учащихся и родителей ничего, кроме названия образовательной организации, не меняется. Остается тот же коллектив, они остаются учиться в том же здании, в котором есть. Те переживания, которые есть по программе обучения, на сегодняшний день во всех у нас образовательных организациях программа выбирается в соответствии с образовательным стандартом и соответствует тому уровню обучения, которым учится ребенок. То есть, будь то начальная школа, средняя, либо старшая школа. Соответственно, программу обучения менять никто не собирается. По каким программам они учились, по таким программам они будут продолжать учиться. Вместе с тем, у детей старших классов появится возможность выбора дальнейшего профиля и самоопределения. Так, например, они могут учиться либо в классе с универсальным профилем, либо математическим, гуманитарным, в зависимости от того социального заказа, который будет поступать от самих детей и, соответственно, их родителей. Сделать такой выбор на сегодняшний день в 39-й школе не представляется возможным, потому что у нас всего по одному классу в параллели 10-11 классов обучается. Далее хотелось бы сказать, что у нас есть такое понятие, как Всероссийская Олимпиада школьников. У детей должны быть стартовые позиции изначально. На сегодняшний день у нас, если говорим о 5-й гимназии, в Олимпиаде принимает 105 человек, то в 39-й в этом году участников не было вообще, а это как бы немножко, наверное, ограничивает права тех же детей. На сегодняшний день в школе у нас обучает в 39-й 463 ребенка. Вместе с тем в 5-й гимназии из 1120 учеников 320 учеников обучаются тех, кто проживает по микрорайону 39-й школы, собственно. Что касается вообще в целом объединения, у нас в городе Саратове в том числе уже работают такие организации, которые получили два корпуса путем реорганизации. Это 91-я школа заводского района, это гуманитарно-экономический лицей. Основная задача районных администраций при реорганизации и комитет по образованию сохранить те традиции, то хорошее, что есть в образовательных учреждениях. Ни в коем случае не потерять никаких важных для этих учреждений моментов, а может быть даже наоборот приумножить. Что касается педагогического состава, речь об увольнении педагогов не идет вообще. Как работали они в своих классах, так они и будут продолжать работать. Более того, за счет оптимизации у них повысится заработная плата. Мы буквально в среду встречались с родительской общественностью 39-й школы, вместе с представителями заводской администрации, общались. По итогам данной встречи было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут родители, педагоги, представители администрации. И на этой встрече в рамках этой рабочей группы планируется обсудить детально каждый пункт, каждый волнующий вопрос. Заседание этой рабочей группы мы планируем провести на следующей неделе. И развеет, наверное, все сомнения, которые есть у родителей на сегодняшний день. Ну вот родители вчера говорили о том, что, например, если их ребенок при переходе в старшие классы не захочет углубленно изучать какие-то предметы, у него не будет возможности учиться в 39-й школе. Это совсем неверная информация. У него будет такая возможность, потому что во всех образовательных учреждениях практически есть универсальные классы. Что касается здесь, мы не можем ущемлять права детей. И, соответственно, универсальный класс останется, как он есть в 39-й школе. То есть, если не захочет, будет учиться? Да, как и прежде. Вчера также люди говорили о том, что район, Комсомольский поселок, сейчас расстраивается. Много домов новых появляется. И зачем объединять школы, получается, как-то сокращать их количество общее, когда в скором времени могут понадобиться еще дополнительные места? Мы сейчас говорим на сегодняшний день о том, что у нас создание образовательного центра, комплекса, как можно назвать, ни в коем случае не сократит количество мест обучающихся. Данные реорганизации исключительно направлены на повышение качества образования в учреждении. И здесь говорить о каких-то последствиях негативных вообще не приходится. То есть, никаких негативных последствий для детей, родителей, либо работников нет вообще в данном объединении. Люди также опасаются, что, возможно, появится еще и вторая смена у них, из-за того, что сейчас объединят и прочее, прочее. Плановая мощность учреждений позволяет обучаться в одну смену. Поэтому это опасение тоже напрасное. Вчера также сообщалось о том, что подобная оптимизация будет еще в двух школах заводского района, 14 и 16. 104 и 16, и две школы в Кировском районе, это 24 и 93 на СНИ. А с родителями там уже проводились какие-то встречи? На сегодняшний день процесс обсуждения идет, там проходят встречи с педагогами, в дальнейшем будут встречи с родителями. В 104 школе встреча с родителями уже проходила. Также в рамках рабочих групп сейчас будем обсуждать детально все изменения. Реакция пока там представителей родителей есть какая-то или пока все тихо? Наверное, реакция из-за такого непонимания до конца вопроса. Поэтому почему мы приходим к созданию рабочих групп, для того, чтобы более детально разъяснить, что последствий негативных для них никаких не будет. Еще один тогда вопрос будет. Вот чуть раньше также сообщалось о том, что в Саратове собираются некоторые школы объединять с детскими садами. Вот об этом направлении что-то можете сказать? Ну, на сегодняшний день, да, действительно, такие возможности есть. В первую очередь направлена эта мысль на то, чтобы сделать преемственность образования, чтобы учащиеся детского сада уже приходили, привлекали к своим педагогам и уже приходили в школу как в родные стены. Тоже скажу сразу, что у нас это не первый случай. У нас по такому принципу уже работает несколько учреждений. У нас в составе 66-й школы Волжского района есть детский сад. У нас есть в 11-й школе детский сад. То есть это нормальная практика, которая применяется. А по школам вот этот процесс оптимизации, процесс создания таких вот центров будет продолжен? Есть ли какие-то планы в дальнейшем еще? Анализ проводится в любом случае, да. На сегодняшний день озвученные школы, это вот школа этого года, которая в дальнейшем будет прорабатываться. То есть пока конкретики нет? Конкретики пока нет, да. Спасибо большое.